Восточно-Китайский театр военных действий Нужно идти на прорыв, пока нас не взяли в кольцо В этом случае нас ждут большие потери Нельзя останавливаться Вокруг нас одна замерзшая пустошь Боеприпасов мало, а линии поставок отрезаны Если нас окружат, нам уже не выбраться Я приказываю готовиться к прорыву Через два часа две дивизии, 25-я и 108-я, выступают на Юнчан Есть, командир Командир, радиограмма Вражеская армия достигла Дзя-Гоу 30 тысяч приближаются к Дзин-Лу-Дзи Штаб приказывает всем войскам прекратить прорыв и ждать указаний Прекратить прорыв? Генерал, моя армия готова к прорыву 25-я и 108-я дивизии впереди А 34-я и 35-я прикрывают фланги, я уверен К рассвету мы вырымся из окружения и достигнем Юнчана Простите, но уже поздно 34-я пыталась вчера прорваться 40 тысяч пропало без вести Еще 5 тысяч погибло 45-я окружена в Лао-Дзюлоу 5-я армия отправила людей на помощь Битва до сих пор продолжается Наш план прорыва Известен коммунистам План раскрыт Даже если и так нельзя останавливаться Нужно уходить В противном случае нам конец У нас приказ Дожидаться здесь Дальнейших инструкций На кону жизни 100 тысяч человек Кто будет отвечать за этот приказ? Это приказ Верховного В тот момент Меня охватило чувство беспомощности Я готов погибнуть на поле боя Но я не могу смириться с тем Что мои люди погибают Из-за бездарного плана сражения Последние приказы Верховного штаба Были откровенной глупостью Совсем недавно Сколько наших парней Сражались в этих краях с японцами И так и не вернулись С поля боя А сегодня Наши братья стали нашими врагами И мы снова погибаем За этот клочок земли Если бы я знал Я бы лучше погиб на той войне По крайней мере У меня не было бы сожалений Юнь Фэнь Единственное, что придает мне силы Это мысль о тебе Интересно Если бы не было войны Какой бы тогда была наша жизнь? Ефан Здесь говорят, что красивее всего Верник бывает осенью и зимой КОНЕЦ Цикунь. Осень 42-го года. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ Вы чего? Что случилось? Сейчас. А-а-а! Змея! Осторожно! Господин, лучше послушайте доктора. Вот его рецепт. Ага, там уже следующий пациент. А? Идемте. Зыкунь! Дядя? Я привез жену генерала. Будь так добр, осмотри ее. А, хорошо. Доктор. Госпожа, это Ян Дзе Кунь. Он доктор и мой племянник. Кунь, это госпожа Лэй. Вы чувствуете онемение в руках и ногах? Нет. Яда нет. Неядовитая змея. Ну что я говорил, он профессионал. Не волнуйтесь, я продезинфицирую рану. У этого лекарства есть побочные эффекты? У меня как-то давит в груди. Давайте я вас послушаю. Госпожа, вы не расстегнете пуговицу? Эй, 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 что вы делаете? Замолчи, глупый. Он пытается ее вылечить. Раздевай ее. Это нужно, чтобы осмотреть ее. Да, но это просто... Будьте добры. Подождите снаружи. Да, идем. А почему? Это все твоя вина. Ну, хорошо. Госпожа, не волнуйтесь, ладно? Не волнуйтесь. А что я такого сказал? Старый болван, он же доктор. Все, хватит. Достаточно. Ваше сердце в полном порядке. Вы только приехали? Да. Возможно, это из-за переживаний по поводу переезда на новое место. Не переживайте, все будет хорошо. Спасибо, доктор. Не за что.